Уважаемые друзья, в предыдущем видео я показывал, что приехало в посылочке из Иркутска. И я упомянул там, что приехал фонарь, вот на этот самый SuperSaber. Фонарь, который был в наборе у меня благополучно. Его больше, в общем-то, нету. И вот из Иркутска приехал новый фонарь. И это видео называется у нас, вот это поворот. Поэтому вот хочу вам продемонстрировать вот этот фонарь, который приехал из Иркутска. Вот я вам показываю. Вот такой вот фонарь. Вот ровно таким вот образом приехал фонарь. Но это моя ошибка. Дело в том, что фонарь, который мной заказывался из Иркутска, там четко было написано. Это я сейчас уже посмотрел с задним числом, что он, что называется, Фойтальери. То есть для модели фирмы Итальери. А у меня модель фирмы Трумпеттер. Поэтому совершенно не подходит по длине. И как выходить из данного положения, я, честно сказать, пока не придумал. Пока не знаю. Но варианты как бы есть. Пока я просто не остановился на варианте конкретном, которым я буду делать. То есть, ну, есть вариант примитивный и не совсем правильный. Это удлинить локую часть фонаря. Удлинить, нарастить, естественно, заделать. Ну, либо, либо по мотивам вот этого фонаря делать совершенно новый фонарь в качестве остекления. Может быть, использовать какую-нибудь пленку плексиглазовую. Ну, вот подумаю, посмотрю. Дело в том, что вариант с пленкой тоже не самый хороший. Потому что форма фонаря, вот можно видеть, да, она такая вот дутая. То есть, не плоская, если вырезать из плоского лавсана, скажем так, даже, да, и согнуть, то, конечно, радиус получится. Здесь вопросов нету, да, но вот эта выпуклость, ее сделать так просто не удастся. Поэтому подумаем немножко и буду применять какое-то решение и делать дальше. Ну, конечно, постараюсь вам все это потом показать. И заканчиваем небольшой рассказ о постройке американского истребителя-бомбардировщика двухместного F-100F SuperSaber. В предыдущем видео было сказано, что фонарь, вакуумный фонарь для этой модели оказался короче, чем посадочное место под фонарь. Эту проблему пришлось решать самым простым способом. Вот такой вот надставкой из плотного алюминия. Ну, не совсем, конечно, решение мне нравится. Но ничего другого по уже готовой собранной модели я придумать не смог. Были у меня мысли нарастить сам фонарь, но не получилось. Понятно, что немножко алюминий вот этот вот, не крашеный, отличается от покраски всего самолета. Но, как мы знаем, панели, алюминиевые панели на самолетах никогда не бывают одного цвета. Если приглядываться к фотографиям не крашеных самолетов, которые сделаны из алюминиевых листов, не покрытых какой-либо краской, всегда можно видеть, что они как бы немножко в таком шахматном порядке, эти панели, в таком, в рандомном хаотичном порядке сделаны. Поэтому вот можно такое оправдание под то, что цвет отличается, можно сказать. Ну, в целом, модель завершена. Вот я рассказывал про то, что буду имитировать погорелости на хвостовой части от работы турбреактивного двигателя. Но, в целом, цвет мне нравится. Немножко я попал в цвет, но вот сама ширина этих вот фиолетовых таких вот полос на следующей модели, если я буду делать что-то подобное, конечно, буду стараться сделать немножко поменьше эти полосы. Ну, в целом, если по пятибалльной системе рассматривать, да, в целом я бы поставил бы, ну, не знаю, не больше, чем 3 с плюсом этой модели, честно скажу. Старался, но есть некоторые моменты, которые мне, скажем так, не нравятся. Ну, первого-наперво, это, конечно, фонарь мне не понравился. Очень много работы отнял у меня вот этот заборник. Ну, и, кстати говоря, сам особозаборник вот внутри мне, в принципе, мне нравится, как он мне получился сделать. Ну, в целом, конечно, деталировка могла бы быть и получше. Вот такой получился F100. Ну, также вспомнил, что передний пузырек фонаря, передняя часть фонаря, получил сделать заподлицо, как и должно быть. То есть нету, вот, нету линии разрыва между, как бы, остеклением и самим фюзеляжем. Это как должно быть на настоящем прототипе. Вот, в целом, вот получилась такая модель, такого вида. Вот, ну, собственно, на этом все. Большое спасибо, что смотрели. Будем по возможности делать какие-то следующие аэропланы. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok